добрый день рада приветствовать вас на своем канале сегодня у меня видео вопросы на ваши ответы и комментарии на ваши же комментарии так людмила кобзарь видео о рисках написала ты просто не ври а что я вру то что я дома делаю риски это по этому рецепту что они у меня получились до получились дальше две недели назад хулио маркс к шорцу о нет вернее к видео до о центре занятости он не спросил вы реально хотите работать для чего вам центр занятости вы знаете я сказала что мне нужен был центр занятости для того чтобы получить ваучер для поездки в сокубани да а а цена этого ваучера не большая 5000 динаров но все равно для того чтобы показать что я нигде не работаю мне нужно было подтверждение хочу ли я работать нет я не хочу работать я очень долго работала у меня большой стаж вот и вообще я работаю сейчас онлайн и плачу за это налоги и так не обеспечивает муж но на так скажем на помадки на прокладки с моих денег не хватает следующее про нож про нож рому к видео здравствуйте вы неправильно режете слушаем дальше нож плохо работает по плоской поверхности а где вы видели что я стругаю по плоской поверхности в это видели гораздо легче и удобнее резать срезая грани от самого верха вниз периодически меняй направление посмотрите видео инструкцию на канале и там канал приводит эта реклама рекламе на моем канале не будет или будет за какую-то плату хотите прорекламировать пожалуйста пишите мне рассмотрим вариант так скрытой рекламы на канале у меня не будет дальше следующее 500 динаров это четыре с половиной евро такой нож у нас литве давно стоит 10 евро если у вас стоит 10 евро у нас стоит 500 динаров я рассказываю ту цену за которую у нас продают такие ножи вы хотите меня чем-то поймать или что следующее ответьте мне пожалуйста вы покупали нож просто в магазине или у продавца демонстратора который показывал как им нужно пользоваться мы купили этот нож у продавца демонстратора который показывал как этим ножом пользоваться вы сейчас это узнать для чего вам эта информация что вы с этой информации будете делать вот такие вот хорошо снимите свое видео и покажите мне как резать работать с таким ножом чтобы я не ходила по вашим рекламным каналам и смотрела то что мне общение нужно следующие лавин шорт про умральцы то есть про этим объявления на кто умер когда что пишет три недели назад у нас таки было в вечернем москве например на последней странице вы знаете я не знаю да я жила много лет в москве но такое я уже не застала не видела и газет давно как бы мы не покупали возможно такое было может быть и в моем детстве где-то было в газетах я не знаю соня янкович пишет умрали цаепа пирку и все дубе из общине как некую не дай боже умрит то есть она говорит что умерли все это бумага которая мы получаем из государственного органа когда кто-то умирает ну то есть не дай боже хочу ответить соня янкович да правильно сика же из вот из книги умрлих умрлица все добиа от лекара как некого умри умрлица или плаката умралих еиста само зависит как у кого говори я написал да правильно нужно сказать что это бумага да из из книги умерших и вот это умерлица эта бумага но мы получаем ее от врача когда кто-то умирает а сам этот плакат и умерлица это одно и то же все зависит от того кто как говорит поэтому очень много умных тут развелось следующий ангел ангел а парикмахерских сербий мне срочно надо ехать сербию работать спасибо за видео ведь правда говоря что наши русские клиентки самые востребователи да возможно сейчас в связи с ситуацией которая сложилась и да вы знаете очень много приехала и очень многие русские и русскоговорящие открывает салоны красоты в основном это ресницы брови и ногти вот и мало очень парикмахерских действительно я вам говорю что очень трудно найти парикмахера своего я вот ходила к одной потом я как не закажу я уже рассказывала в этом приду и сижу и сижу я не стала не ходить наверно год и от нее не ходила ходила по другим и там черти чё они мне волосы эти тяжелые они вот такие вот у меня как капна как шапка я не могла ничего ну что мне нужно было сделать я встретила ее и записалась кто и от которой нужно сесть за пупа полчаса и опять я к ней пришла и записалась на 12 взяла свою краску принесла все я пришла и я опять ждала от у меня запись была на 12 должна была 12 из кресла но я опять только села через полчаса то есть ну что здесь но она делает так как не надо им и я думаю ну фиг с ним как-то вот лишь бы вот было мне приятно мне хорошо то что мне нужно вот потому что я и когда мы до москвы здесь жили я обошла стольких парикмахер это одна взяла мне челку не спрося меня на козь отрезала другая там вообще мне коротко постригла я у меня даже видео там какие семилетние давности восьмилетний там сколько я ходила с короткой ну в общем мастерицы еще те действительно трудно я действительно об этом говорю есть люди которые выпускают зачем искать серпки делать но если вам нравится как вам вас кромсают как ваши ногти портят пожалуйста хотите ходите я не хочу и да я не переплачу я плачу такие же деньги как платят серки дальше люди и паразиты паразиты это психологическое у меня видео Karena свете девич это написано на сердцем вероятно серпе пишет на сердцем ты беда горки психолог а ха ха ты бомбана повезν있는 крат права как педагога пихолога нашел пишет ты значит там педагог и психолог смеется ха 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 тебе ибо бану обязательно нужно к настоящему педагогу психологу вы действительно правы каждому психологу нужен свой психиатр чтобы не было выгорания все очень просто педагогу в оба ну не надо если вы что вы там заметили я не знаю педагогу русского языка он прилично говорит на русском языке всего понимает мои родственники понимает он пишет на русском языке мы смотрим с ним фильмы он читает в интернете комментарии новости поэтому а мне к педагогу зачем идти у него самой два образования и я считаю себя грамотным человек на могу там придуряться и показать что я немножко и нормально это уже такое под кулинарными видео пишут ингредиенты надо писать под видео дорогие мои моим кулинарным видео 8-7 лет я уже забыла про них они уже не актуальны да у них очень много просмотров но тогда когда мы только начинали я не думала о том что нужно писать как они называются рецепты ингредиенты потому что все это проговаривается видео если тот человек который смотрит видео он слушает да конечно легче открыть ингредиенты посмотреть писать не просматривать видео тогда об этом не было речи и кто знает уже говорю столько лет прошло уже уже не знаю сколько уже сейчас очень столько много кулинарных каналов столько рецептов заходите пожалуйста смотрите ищите что вам нужно следующее анна анатолий и на анатолиевна извините задать к тому шортсу где я задаю мужу иностранцу вопросы про русскую еду и она мне пишет борщ когда баба сказал что он любит борщ и она мне пишет что борщ это украинское блюдо русское блюдо щи я вам хочу сказать значит там пользуясь своими знаниями познаниями из интернета познаниями и жизни я вам скажу могу сказать что щи могут быть одновременно и как это давайте туда стеклу вот он будет больше больше вообще это классический свекольный суп и и борщ это блюдо национальных кухонь как правило славянских например стран восточной центральной европы в частности украины россии больше можно увидеть борщ белоруссии румынии молдавии и литвы и тут давайте каждый будет спорить что больше это литовская или молдавская или русская украинская это интернациональное блюдо кто со мной согласен кстати напишите там плюс или еще как-то следующая ситроша или ситроша пишет под шорсами наготовила форель оливье он пишет ух вижу наготовила плагиат и тут у меня напал смех и когда я прочитал плагиатка о чем говорите давайте тогда каждый день если кто-то готовит картофель какой-то суп там выпекает запекает печет там до стряпы мы все готовим плагиат и я когда написала обоснуйте исчезает столько их заходит на канал высирают так скажем а то есть люди не готовы к диалогу они не имеют разговаривать они не имеют слушать они боятся нас свои какие-то высказывали на своих комментариях получить ответ я все время говорю если вы готовы написать комментарий готов готовьте будьте готовы и получить ответ потому что я не буду молчать и обязательно отвечу у меня есть что сказать есть что ответьте следующая печь напелет тоже я показывала шорс и он говорит сергей геннадьев середине февраля все начинает расцветать какая прелесть пеллет ударение на второе е пеллет и ударение на и прессованные опилки без обид действительно в сербии весна начинается феврале я вам показала что у нас уже цветут некоторые деревья а это 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 магнолия это японская яблоко это хурма и вчера мы с бобоном гуляли я видел что абрикосы есть такие ранние абрикосы да что вот они уже цветут деревья полный цветов я не успела заснять чтобы было быстро быстро дальше про ударение на пеллеты или ты я вам хочу сказать что в той стране где я живу ударение на е пеллет так что без обид вам потому что знаете когда идет коллаборация двух языков уже как ты не знаешь как одно слово заменить на другое или заменяешь ручка русская на сербская сербская на русской поэтому я говорю правильно пеллеты следующие там была какой-то без обид конечно это я ему ответила да что что я говорю правильно дальше следующий гульнара зафарова является моей подписчиками помню вас она пишет или начитала новость что для россиян серби вводит визовый въезд марта месяца печально я вам еще хочу сказать не читайте желтую прессу я тоже каждый день стою и начинаю читать это же читала я переживала и потом богом горит мечтает эту ерунду зачем ты себя мучу что будет мы узнаем нет не водит визу потому что потому что потому что наш президент лучич он грамотный человек и знает что делать следующая тоже под этим видео уже пишет кто вне на пчелинская по моему я смотрю сербов по раскидала по миру почему-то я думал что они великие патриоты и живут сербия нет знаете что что в правом смысле для вас патриотизм и как связано патриотизм жидан в одном месте и уезжать работать и обеспечивать свою семью потому что сербия экономически еще не стабильно маленькие зарплаты где тут идет связь патриотизм и заработок денег да а русских не пораскидала вы думаете русских не проскидал хорошо если кто-то уехал там работать до какой-то специалисты или знает где можно по заработать там например на западе в сша сколько их уехала да я не говорю уже о женщинах которые вышли замуж действительно специалист а есть и которые убежали испугались вот ситуация которая происходит поэтому до сербы патриотизм я об этом рассказывал что легко они могут вытащить свой флаг как находясь какой-то стране показать свою принадлежность они этого не стесняются да и если в какой-то стране вы покажете три пальца приветствую пальцами то будет ясно что вы сербии и многие очень многие вообще вернулись в сербию возвращаются семьями сами возвращаются и ничего здесь такого нет и многие которые работают и европе они возвращаются получают пенсию и на пенсию они повозвращаются и живут здесь получая пенсию извините в европе и продолжают жизнь здесь сербии поэтому патриотизм но нужно подумать прежде чем писать такие комментарии дальше татьяна кононова это моя тетушка эффект тебе пишет алёна привет алёна это моё домашнее имя почему дети у вас где родители работают как здоровье здоровье нормально вышли мы из от вируса убежали вылечились нормально почему дети всегда у нас да не всегда они у нас просто знаешь как получается они живут от нас через дом а дома тут стоят близко и поэтому когда они к нам прибегают но я же не выгоню не выпнула ну что сделать и сама вспомни ты сама ты у кузнецову девочку то брала почему она была постоянно с тобой прошу наверно на тебе нравилось хотела им помочь вот так же здесь они прибегают а летом во дворе у нас будет по 8 9 человек тут сидеть пара вынесем стулья вот на верандочку туда столик поэтому то не у нас для одеть родители у них работают за ними когда они работают за ними смотрит там наша родственница 1 все вот поэтому они прибывают остаются у нас а ночевать мы иногда сами берем рассмотрим что драгон отец и куда-то уезжает амара видим да она как зомби да и нам принципе не скучно вот дальше ну и последний наверное комментарий который мы с вами прокомментируем сейчас к шорцу о сербском гостеприимстве там где лежит поросенок запеченный мне пишет ли он юзер идиоты даже голову животному не трубили лежит трупак на столе иду тоже надо уметь подавать правильно ну извините ли он юзер то не трубили голову как вы называете трупаку али было вкусно вы просто себе не можете представлять если вам что-то не нравится проходите мимо нравится вставать он короче я не знаю почему люди пишут комментарии но не остаются чтобы прочитать ответы вот это меня занимает если у вас есть на этот счет какие-то комментарии напишите мне пожалуйста что сделать такими людьми которые не остаются и не читают ответы на их комментарии спасибо вообще что вы мне пишите даже такие дурацкие комментарии несуразные ненужные порой да что вот какие-то нравоучительные все это я читаю с удовольствием все это и анализируем из боба нам где-то посмеемся где-то скажут больные люди да если такие вот на какие-то мы не обращаем внимание да ну а там где касается политики я такие комментарии удаляю однозначно мой канал не политический все мое отношение к тому что сейчас происходит многие думаю догадываются узнают вот поэтому не надо мне здесь разводить политическую да и последнее время ко мне прилип какой-то значит этот как сайт гости который к любому моему к обычному к моим видимо видео он пользователь сергея долинин он начинает мне писать значит о боге о всех странах то есть человеку наверное вот отсюда послали вот он ходит по каналам и пишет свои с и комментарии на каналах короче вот так вот спасибо вам а с вами была елена пока пока а 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